Вы смотрите программу «Губернии». Вот главная тема выпуска. Фронта в региональном парламенте. По мнению представителей оппозиционного меньшинства, изменение закона о выборах бьет по ним и вносит раскол среди однопартийцев. Однако представители партии большинства мыслят иначе. Этим законом дается шанс для развития партии, для внутриполитического развития. Подробности в сюжете. Земельный скандал в Гавриловом посаде. Собственники дома в центре города считают, что их хотят лишить придомовой территории. Все подробности расскажем в нашем репортаже. Молодой шульский фотограф сделал самый массовый групповой снимок в России. Мы покажем, как это выглядело. Филины открыли сезон гнездования. В Ивановском зоопарке Прибавление у пары крылатых хищников вылупились птенцы. Для многих зоучреждений это довольно редкое явление, но в Иванове филинята появляются каждый год. Как чувствуют себя птенцы и от кого еще орнитологи ждут пополнения? Мы выяснили. А также не пропустите. Отцепление на ЖД вокзале и опоздавшие поезда. В пятницу в Иванове снова эвакуировали соцобъекты и торговые центры из-за ложных сообщений о взрывных устройствах. Утро началось явно не с кофе. Серьезная авария возле Евроленда. Тековчане задыхаются. Газовики ищут утечку. Об этом не только. Совсем скоро. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Здравствуйте. Начнем выпуск с трагического сообщения. В ходе спецоперации пал смертью храбрых наш земляк Тихов Николай. Водитель автомобильного отделения Николай Вадимович Тихов проходил военную службу на территории другого региона. За проявленные во время исполнения воинского долга героизм и самоотверженность награжден он орденом мужества посмертно. Глава Ивановской области выразил глубокие соболезнования родным и близким героям и распорядился оказать всю необходимую помощь его семье. Ранним утром в пятницу в Иванове на улице Куконковых после столкновения с легковым автомобилем загорелась «Газель». У грузовика от удара оторвало задний мост. Это случилось в начале шестого утра в пятницу напротив торгового центра «Евроленд». По предварительной версии автомобиль «Форд Фокус» врезался в грузовую «Газель». Задний мост грузовика отлетел на газон. Из поврежденного бензобака стал вытекать бензин. «Газель» загорелась. Водитель начал гасить огонь самостоятельно, потом приехали пожарные. О пострадавших не сообщается. Утро пятницы в Иванове началось с эвакуации. В 11-м часу полиция перекрыла Ивановский железнодорожный вокзал и выставила цепление. Людей вывели на улицу. Причина – в транспортный отдел поступило сообщение о минировании ЖД вокзала. На место сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов и специалисты по разминированию. К полудню здание было проверено, и вокзал продолжил работу в обычном режиме. Из-за тревожного сообщения был задержан рейс «Ласточки». Поезд должен был прибыть из Москвы на вокзал в 10.48, а приехал около половины 12-го. Поезд из Санкт-Петербурга стоял больше двух часов с Трокино. В пятницу в Иванове из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали департамент соцзащиты населения в свободном переулке, торговый центр «Каскад» на площади революции, а также колледж культуры. В ночь с 27 по 28 апреля Тейково накрыло неприятным запахом газа. Обращения в нашу редакцию приходили из разных концов города. Некоторые жаловались на газовое отравление, головные боли и рвоту. Это случилось около 8 часов вечера в четверг. Неприятный запах начал стремительно распространяться по всему городу. Перебогу найти и ковчане начали заваливать звонками местную администрацию, аварийные службы и нашу телекомпанию. И главное, никакого оповещения, невозможно открыть окна, потому что и туалетом, и газом воняет. До коих пор это все будет продолжаться? Люди здесь всю ночь до 5 утра переписывались в Минконтакте, в группах везде. Узнавали, что это за запах. Запах очень был сильный. Мы проезжали ночью, а Тейково в сторону Иваново вообще запах такой, что приходилось руками его закрывать. К вечеру пятницы неприятный запах остается только в отдельных районах города. Некоторые жаловались на отравление газом, сопровождающийся симптомами головокружения и рвоты. В недоумении и местной власти. Как нам сообщил заместитель главы Тейкова Сергей Ермолаев, вероятная причина – утечка адоранта на газораспределительной станции. Это вещество, которое и придает специфический запах газу. Станция находится под контролем компании «Межрегион Трансгаз Нижний Новгород». Еще с утра власти пытаются добиться внятного комментария по ситуации от местных газовиков. Однако и они не могут дать точного ответа. Соответствующие запросы были направлены напрямую в нижегородскую компанию. Ответа пока нет. Земельный спор в центре Гаврилова Посада. Двое соседей, которые имеют собственность в центре города, не могут поделить придомовую территорию. Идет уже второе судебное разбирательство. И страсти пока что не утихают. Наталья Сергеева расскажет подробнее о конфликте. Галину Волкову в Гавриловом Посаде знают как кокетку – владелицу одноименного магазина нижнего белья. Он находится на третьего интернационала 28. Это старый, еще дореволюционный купеческий дом. В нем, этажом выше, у Галины квартира. По соседству еще один купеческий дом, там другой собственник. К нему присоединено еще одно здание. Бывший собственник больше 10 лет назад приобрел рядом участок со старым купеческим зданием. И незаконно возвел там вот это вот здание. То, что это самострой, Галина выяснила случайно. Обратилась в госстройнадзор. Постройку признали незаконной. Уже по представлению стройнадзора администрация района обратилась в суд, чтобы собственник пристройки привел в соответствие с законом это помещение. На данный момент решения суда частично удовлетворены требования муниципалитета. И в течение шести месяцев с момента вступления в силу, а она уже вступила в силу на днях, собственник, который нарушил нормы градостроительства, приведет свое здание в соответствии с требованиями в этом случае противопожарной безопасности. Вот тут страсти разгораются с новой силой. Место это в Гавриловом посаде лакомое. И уступать, конечно, никто не хочет. Поэтому владелица соседствующих с кокеткой здания и пристройки, Лидия Черепкова, тоже обратилась в суд на установление кадастровых границ. Они подали в суд, не признают наше межевание. И хотят вести, сначала хотели наложить обременение, а теперь уже говорят о серветути. Что это значит будет? Они хотят узаконить здесь дорогу. Чтобы выполнить требования по пожарной безопасности, владельцу нужны подъездные пути. А их, как выяснилось, нет. Потому что по плану межевания от 2008 года большая часть участка у дома – это территория собственников дома 28. Наша придомовая территория, вот стена дома продолжается сюда, где-то 21 метр, вот приблизительно вот досюда, вот досюда, и пошло вот так туда. Это мы были вынуждены сделать, потому что собственники соседнего здания у нас проезд здесь сделали. То есть у них там складское помещение, заезжали машины, выгружались, завозили товар. Сейчас Галина и другие собственники из ее дома переживают, что могут ввести сервитут, то есть могут разрешить пользоваться соседям и их земельным участком для подъезда, потому что иного выхода у них нет. Вот вы представьте, вот, если здесь будет дорога, мы не сможем здесь ни стоять, ни сажать светы, ни вешать белье, ничего. То есть движение будет большое. Пока что владельцы склада пристройки используют другой способ подобраться к своим воротам. Как уверяют собственники, которые борются за свою придомовую территорию, машины на выгрузку к этому складу проезжают сейчас вот по этой так называемой дороге-дублеру. Дорога эта находится на муниципальной территории. Участок этот действительно принадлежит муниципалитету. Раньше здесь был многоквартирный дом. Он сгорел и был вывезен на полигон. Теперь земля эта не разграничена. И не исключено, что на нее у администрации уже есть планы. Пока что судебный процесс продолжается. Администрация здесь привлечена в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования. И мы просто уверены, что с назначением землеустроительной экспертизы, которая в ближайшее время, мы надеемся, будет назначена судом, суд примет законное обоснованное решение. И в этом деле будет поставлена точка. Об этом споре между соседями в Гавриловом посаде давно знают. Некоторые считают, что эти суды просто око за око месть друг к другу. Не исключено, что суды продолжатся. А вот администрации района хотелось бы, чтобы все жили дружно. Наталья Сергеева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Будущий облик города обсудили архитектора с мэром на выездном совещании. Поводом стало изменение федерального законодательства, которое лишает муниципальной архитектурной комиссии части полномочий. Встреча прошла на улице Наумова. Здесь, недалеко от парк-отеля, строится административное здание. Мэр считает его одним из ярких примеров совместной работы собственника объекта и архитектурной комиссии. Проект был представлен еще в 2020 году и много раз дорабатывался с учетом рекомендаций консультативного органа. Меняли не только цвета, но и форму. Остановились на стиле архитектурной бионики, скругленные формы здания, цвета естественные, древесные. Данное здание проектировали как продолжение «Шереметьев парк-отеля», чтобы продолжить вот этот стиль и ощущение парка. Сейчас федеральное законодательство меняется. Новые правила примут к сентябрю. В переходный период архитектурной комиссии во всех городах, кроме Москвы, Питера и Севастополя, могут лишь рекомендовать что-то застройщикам, но не обязывать. В сентябре же, когда выйдет федеральный нормативный документ, мы определим именно уже критерии, по которым будет осуществляться застройка в зависимости от зоны, которую мы определим в городе. Ну, понятно, что это будет центр, это будут какие-то магистрали. Делается это для того, чтобы у нас в центре города сейчас не появились, например, какие-то странные здания из синих сэндвич-панелей промышленного назначения, потому что все это становится возможным, если люди плохо относятся к своему городу. На пленарном заседании областной думы дружно проголосовали за изменения в региональный закон о государственной поддержке развития сельских территорий и долго спорили о принятии новой редакции закона о выборах, несмотря на то, что документ разработан с целью приведения регионального закона в соответствии с федеральным. Ирина Фонина продолжит. В областной закон о государственной поддержке сельскохозяйственного производства внесены изменения. Прямыми получателями субсидий на обеспечение комплексного развития сельскохозяйственных территорий являются органы местного самоуправления. В этом и двух последующих годах деньги в виде субсидий будут направлены напрямую в бюджеты муниципальных образований. Там это порядка 300 миллионов рублей направлено на капитальный ремонт автомобильных дорог в Гаврилово-Посаде. У нас будут капитально отремонтированы два сельских дома культуры в Заволжске. У нас будет порядка 10 благоустройств в сельских территориях, в сельских поселениях. И более 2 миллионов рублей мы направим на строительство жилья для специалистов сельского хозяйства. Имеется задел на 2024 и 2025 года. 9 миллионов направят на проектирование инженерной инфраструктуры сельских поселений. Этот документ был принят единогласно. А вот обсуждение изменений закона о выборах затянулось. Депутаты оппозиционных партий были категорически не согласны с новыми методиками выборов. Обсуждение проекта проходило в режиме вопросов и ответов. В чем необходимость все-таки смены методики распределения депутатских мандатов? Количество мандатов распределяется в зависимости от количества голосов избирателей, поданных за каждый партийный список. Это замечание, что в методике необходимо внести изменения. Нам было предложено Центральной избирательной комиссии Российской Федерации сначала отдать всем партиям, преодолевшим 5% голосов избирателей, по одному мандату. Оставшиеся мандаты из 10, которые идут по партийному списку, распределить в зависимости от количества голосов избирателей, поддержавших ту или иную партию. Отметим, согласно новому документу, число депутатов увеличивается до 30, а было 26. 20 человек избираются по одномандатным округам, 10 по единому избирательному округу. Исключается общая областная часть списка. Это нововведение устроило не всех. Закон не может выписываться под интересы каждой политической силы. Но это невозможно. А ведь у какой-то партии из наших оппонентов были вопросы по областному списку, что он нужен. У каких-то не было. Анатолий Буров прокомментировал отказ от списка и исключит возможность участвовать в выборах, к примеру, чиновников, которые затем уступают свои места другим кандидатам, тем, кто ниже по списку. Тем не менее, коммунисты, либерал-демократы, эсеры не согласились с содержательной частью документа. Он бьет по всем, фактически, оппозиционным трем партиям, присущим парламентским партиям. И мы сейчас рассматриваем его. Болезнь не для нас. Принимая такой закон, мы сейчас внесли огромный раздрай в наши партии. Почему? Потому что руководители не могут избраться под областному списку. И прокомментировал, что ЛДПР голосует против принятия закона. По мнению руководителя думской фракции «Единая Россия», закон дает шанс для развития партии. Надо развиваться, надо молодежи давать возможность участвовать в выборах. Укреплять надо ядро внутри партийное. Павел Попов настаивал на принятии документов в первом чтении и вернуться к рассмотрению вопроса в середине мая. Впрочем, голосование состоялось. 15 за, 9 против. Ирина Афунина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Наркодилер отправится в колонию строгого режима на 11 лет за попытку сбыта крупной партии мефедрона. Такое решение вынес Ивановский районный суд. Мужчина работал на интернет-магазин из Даркнета. Занимался оптовым сбытом наркотических средств. Его задержали во время получения одной из партий товара. Злоумышленник приобрел через интернет мефедрон. Пакет зелем забрал в тайнике в лесном массиве. В этот момент его задержали сотрудники ФСБ. Масса наркотического вещества в свертке составила 1,5 килограмма. Его наркодилер намеревался перевести контрабандой за границу, но в итоге угодил в тюрьму. В колонии строгого режима он проведет 11 лет. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. Молодой шуйский фотограф сделал самый массовый групповой снимок в России. Мы покажем, как это выглядело. Филины открыли сезон гнездования. В Ивановском зоопарке Прибавление у пары крылатых хищников вылупились птенцы. Для многих зоучреждений это довольно редкое явление, но в Иванове филинята появляются каждый год. Как чувствуют себя птенцы и от кого еще орнитологи ждут пополнения, мы выяснили. Это программа «Губерния». Мы продолжаем. Праздник победителей. Так называется выставка, которая в пятницу открылась в Ивановском музейно-выставочном центре. Она о том, как первый день победы отмечали в Иванове, и об ивановцах, которые участвовали в параде на Красной площади в июне 45-го. В экспозиции представлены праздничные мундиры, воинские награды, фотографии и документы. Всего 200 экспонатов. Отдельная часть посвящена празднованию победы в Иванове. 9 мая, как и все граждане Советского Союза, в 2 часа 10 минут слушали сообщения Юрия Левитана о капитуляции Германии. Гуляния, посвященные этому событию, начались с утра. В областном центре провели 250 митингов, в которых приняли участие 35 тысяч человек. Ивановские предприятия выпустили линию тканей, посвященных победе. Был придуман рисунок «Салют Победы». Отдельный блок выставки – это палехская лакова миниатюра. В нем представлены портреты героев Советского Союза, написанные в традиционном палехском стиле. Выставка создавалась примерно месяц, но это только монтаж. А работа над выставкой началась уже давно. И прежде всего, это работа в научном архиве нашего музея, в Государственном архиве Ивановской области. Благодаря этой работе было установлено 42 ивановца, участника парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. Еще три декоративные яблони украсили арт-сквер на пересечении улиц 10 августа и Марии Рябининой в Иванове. Это только начало сезона озеленения в городе. Три саженца зонтичных яблонь высадили в честь 30-летия небюджетного нотариата в России. Поэтому и высаживали их сами нотариусы. Конкретно этот вид зеленого декора выбрали не случайно. Деревья дополнит уже имеющийся облик сквера. Ивановцы смогут наблюдать разные цвета листьев. При распускании они красно-фиолетовые, а со временем окрас будет меняться к темно-зеленым тонам. Как заверили в Комитете по экологии, всего в этом сезоне запланирована посадка нескольких десятков подобных насаждений в разных районах города. Шуйский фотограф устанавливает рекорд России по самой масштабной групповой фотографии. На его снимке собралось около 100 выпускников одной школы. Максиму Петровичеву 21 год. Фотографией он увлекается давно, но созданием выпускных журналов для 9-11-классников он занимается последние три года. В этот раз он решил не просто сфотографировать тех, кто заканчивает школу, а поставить рекорд. Съемки прошли в седьмой школе города Шуи. Изначально планировалось, что на фото будет 150 человек, но потом количество немного уменьшилось. Первоначально я когда подумал, что 150 человек, я такой, ё-моё, как много людей, непонятно, как ставить. Полез в интернет, где много информации, как ставить свет, как ставить людей. Там я наткнулся на рекорд. Сейчас установленный рекорд 70 человек. Мы собрали 100 человек. Таким образом мы побиваем первое, рекорд России, второе, радуем ребят, потому что они у нас молодцы собрались. Ну и в целом я удовлетворяю некие свои цели. На выстраивание кадра понадобилось около двух часов. Необходимо было обустроить помещение, выстроить участников фото и уже поправить кадр. Сам снимок будет готов уже к концу недели. В области подвели промежуточные итоги регистрации на предварительное голосование для участия в выборах от партии «Единая Россия». Как оставить свой голос за понравившегося кандидата в кандидаты, расскажет Марина Зенина. Область на втором месте по количеству зарегистрировавшихся для участия в предварительном голосовании. Обработали 270 заявок. Ещё две рассмотрят в ближайшее время. Есть студенты, представители образовательной сферы, бизнесмены. Выдвигаются кандидаты по одномандатным округам и территориальным группам. Конкуренция в среднем 8 человек на место в областном парламенте. Пока отказали всего четверым. Они представили неполный пакет документов. Однако до 12 мая может выбыть ещё кто-то. Каждый кандидат обязан разместить два ролика. Один биографический, второй презентация своей предвыборной программы. Кто-то, если из кандидатов этого не сделает, мы тоже вынуждены будем отказать в регистрации. Но и всё равно конкуренция, я думаю, что останется, потому что большая значительная часть наших кандидатов, она вся дисциплинирована. И даже по пакетам документов, которые собраны, мы видим, что они собраны очень хорошо. Заявление на участие в праймере сподавали не только члены партии «Единая Россия». Например, впервые в предварительном голосовании участвует главврач 7-й горбольницы Анастасия Потапова. Я имею немалый уже административный опыт и опыт административно-хозяйственной работы, который, я думаю, позволит мне решать более масштабные задачи. Ну а учитывая, что здравоохранение одна, наверное, из ключевых сфер, да, и в ней есть большие сложности, то я планирую на этом и выстраивать свою предвыборную кампанию. Участники, прошедшие праймерис и выдвинутые на выборы, в дальнейшем будут продвигать народную программу партии «Единая Россия». Напомним, выбрать кандидата в кандидаты можно на сайте pger.ru через госуслуги. Пока отдать свои голоса готовы 37 тысяч ивановцев. Важно принимать участие в этом предварительном голосовании. И я призываю всех принять, конечно же, участие, потому что это еще не выборы, это еще только возможность участия в выборах этих людей. И 40% абсолютно новые лица, абсолютно новые люди. Можно выбирать не одного участника, то есть можно поставить галочки всем тем лицам, которые понравились в твоем бюллетене. Авторизация для участия в предварительном голосовании завершится 26 мая. Сами праймерис состоятся с 22 по 28 мая. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания «Барц». В Ивановском зоопарке очередное прибавление. Теперь у пары крылатых хищников вылупились птенцы. Для многих заучреждений страны это довольно редкое явление, но в Иванове фелинята появляются каждый год. Как чувствуют себя птенцы, от кого еще в ближайшее время орнитологи ждут прибавления, об этом прямо сейчас. Короткий писк с прихрюкиванием. Такие необычные звуки издает краснокнижный степной орел. Редкий посетитель в Ивановском зоопарке пройдет мимо вольеров с хищными птицами. Его обитатели чаще всего горделиво сидят на террасах и привлекают внимание своим роскошным оперением. Вольеры с крупными пернатами в зоопарке занимают значительную территорию. Маленьких филинов посетителям близко рассмотреть сейчас не получится. Только для нашей съемочной группы сделали исключение. Малыши прячутся и не расстаются с матерью, которая их греет и охраняет. В дикой природе самка филина откладывают в среднем от двух до пяти яиц. Этот вид хищников из семейства совиных. Филин обыкновенный, один из самых крупных представителей отряда пернатых. В зоопарке филины вместе с аистами традиционно открывают сезон гнездования. Сейчас родители по очередности выкармливают двух птенцов. У семейной пары в этом году юбилейное десятое потомство. Малышам-филинятам более трех недель. Но несмотря на свой возраст, характер лидера уже показывают. Постоянно в Ивановском зоопарке в отдельном вольере содержится только одна взрослая пара филинов. В соседнем вольере их сородичи западно-сибирские. От вида обыкновенного их отличают чуть меньшие размеры и цвет оперения. Самка тоже сейчас ожидает потомства. Подросших малышей распределяют по питомникам в другие города. Рождение филина в неволе, утверждают орнитологи, явление довольно редкое. Самец и самка обязательно должны понравиться друг другу. Причем условия для размножения должны быть созданы соответствующие. Рожденные в неволе птицы на свободе погибнут. Естественно, они выжат с природы, само собой. Она необычна самостоятельно, в первую очередь, необычна самостоятельно охотиться. Мы же еду приносим, даем ей. Ей не надо тратить на это ни силы, ни энергии. Она сидит, ест, пьет. Да, может быть, в нашем зоопарке где-то вольеры небольшие. Но, тем не менее, птицы все здоровые, все упитанные очень. Больных у нас, слава богу, нет. И условия содержания достаточно хорошие, особенно питание. То, как жизнь бурлит внутри птичьих вольеров, часто спрятано от посторонних глаз. Это период ухаживания и гнездования. Только сотрудникам зоопарка удается увидеть больше о своих подопечных. Мы одни из первых в России стали размножать данный вид птицы. И во многих зоопарках до сих пор есть кровь от этой пары. В мае в зоопарке ожидают очередное потомство от степных орлов, ястребиных сов и журавлей. По сравнению с другими пернатами, филинов здесь называют долгожителями. Обитая в условиях неволя, ушастый хищник может прожить полвека. Это в два раза дольше по сравнению с естественной средой. Имеются достоверные данные, что прирученные филины жили и семь десятилетий. Владимир Еремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Ну а теперь о погоде. Сейчас расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. В субботу в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 5, плюс 7 градусов. Ветер северо-западный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 89%. По прогнозам синоптиков, в последний день недели станет немного теплее. Вечером возможен дождь. Сразу после новостей объявления в городской хронике. Интересные истории и видеофото вы можете присылать на наши редакционные мессенджеры. Это вайбер и телеграмм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс или звоните на горячую линию 587777. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин